На самом деле не важно, как вы реагируете на события. Важно только то, что вы реагируете на события. Важен просто сам факт, что вот есть такой-то раздражитель, на который вы отреагируете. Да, вы можете отреагировать разными способами. Вот есть определенный вероятностный набор. Ну, это все можно примерно прикинуть. Вот. Важно, что вы на него среагировали. Вот этот параметр, он четко, на него можно опираться. И можно создавать поток событий, которые вас в какой-то степени вероятности, с какой-то вот это сам приведет к нужной идее, к нужной мысли, к нужной действии, к нужной мотивации. На самом деле, ту же информационно-активную среду и СМИ, значит, как система программирования, очень четко, часто используют для того, чтобы прогнать всех в строго определенном направлении. Опять же, ориентируясь не на то, что кто-то будет реагировать конкретно, да, потому что людей много, один реагирует так, другой так, существует определенное вероятностное распределение, да. А не важно, важно только, что все реагируют. Вот все, кто реагирует на это, на этот раздражитель, вот они составляют ту массу, которая можно гнать в определенном направлении. Да, каждый побежит вроде своим путем, но масса будет двигаться туда. На этом построена вся организация всех рекламных кампаний. На самом деле. Значит, если вы реагируете на события, на раздражитель, следовательно, вы окажетесь в этой толпе гарантированно. Да, там ваши индивидуальные характеристики реагирования на события определяют, это ваше место в этой толпе. Ну, это ваше личное дело, ваше место в толпе. А то, что вы в ней оказались, это факт. Так вот, для того, чтобы не оказаться в этой толпе, и не бежать туда, куда надо кому-то вас знать, есть только один способ. В принципе, не реагировать на текущий поток событий. Отстроиться от текущего потока событий. В принципе, ни одно событие, которое происходит, не должно влечь в ваши непосредственные реакции. Вы должны уйти от тактического типа поведения, оперативно-тактического, к стратегическому типу поведения. Что есть стратегический тип поведения? Текущие раздражители никогда не являются причиной прямой коррекции вашего поведения. На текущие события вы никак, никаким образом не должны реагировать. Поток текущих событий – это информация, которая может учитываться, и потом приниматься во внимание, уже потом когда-то, чтобы быть ясно, для выработки дальнейшей стратегии, дальнейшего действия. Но действовать вы должны по заранее обдуманному плану, по заранее выработанному плану, не реагируя на любые события, на поток событий в целом, тем более. В этом случае ваше поведение не управляется потоком событий, в этом случае оно автономно, оно не зависит. Но ведь на самом деле вся информация, которая идет через СМИ и прочие вот такого рода источники, вся эта информация как раз является тем раздражителем, который вас куда-то гонит. Значит, вы должны понять одну простую вещь. Вся эта информация не нужна. Жан Кальвин даже подводил под это определенную, как это называется, метафизику. Вот. Он говорил, что только те, кто создает в этом мире нечто новое, реализуют свою миссию, а не попадают под влияние чужой, только те спасают свою душу и существуют во вне временном. А все остальные, попав в этот резонанс, свою душу не спасают, исчезают. Вот. Причем исчезают, а ведь в том потустороннем мире, да, в нём нет пространства и времени, а значит, в нём нет спасительного «я был». Там или ты есть, или тебя никак, там нет. Вот. Так что на самом деле можно верить Кальвину, можно и не верить, но на самом деле жизнь такова. Или ты прогнал свою волну, построил свою керамидку, сделал свой поток событий, или тебя никогда не было. Следуя сугубо личным путём внутреннего озарения, он менее всего был озабочен чужими добродетелями или грехами. Точно так же его совершенно не занимала беседа с охочем до метафизических изысков с обратом. Он не ведал скуки и не искал чужой мудрости. Если его бесстрастный дух, отстоявшийся, как вода в колодце, волновали какие-нибудь вопросы, ответ на них мог прийти лишь из таинственных, сумеречных глубин, полностью защищённых от внешних влияний. Целиком ушедший в себя, он не поддерживал разговора, хотя ответы давал в достойной манере, не проявляя ни удовольствия или спешки. Видимо, просто привык к тому, что в поисках истины люди постоянно докучали ему своими, в сущности, мелочными делами. В равной мере, сострадая всем, вьющимся в тенетах иллюзии существам, он словно бросал мимолетный взгляд на муравьиное и бессмысленное мельтешение и, не вникаясь сердцем, давал всем и каждому один и тот же ответ. Формула избавления от мук выглядела предельно, совершенной и ясной, несмотря на то, что следовать ей было едва ли возможно. Да, именно желание, нерасытно когтящее человеческое сердце, вовлекают нас в водоворот страданий, привязывая к призрачным прелестям бытия. Но как преневолить себя к неучастию в этом пестром и заманчивом торжище? Как убить ростки любви и ненависти? Как научиться ничего для себя не хотеть? Так ветер пролетает сквозь встречный ветер, так тень, не смешиваясь, покрывает чужую тень. Субтитры создавал DimaTorzok